...давление 753 миллиметра ртутного столба. Доброго дня, дорогие телезрители! Это шоу «Двойная порция» и, конечно, вы смотрите МИК-ТВ. Каждый будний день я, Татьяна Ротару, со своими гостями рассказываю вам о приготовлении фирменных блюд наших гостей. А еще я стараюсь пригласить к нам в студию особенных гостей. Это люди нашего города, это гости нашего города и просто те, которые хотят поделиться с нами вкусными рецептами приготовления блюд. Сегодня у нас особенные люди, как обычно. Сегодня особенный день, второй день нового года для калмыков, для бурятов и для жителей Твы, насколько я знаю. Доброго дня, дорогие гости! Представлю сначала Булат Лама, служитель Анинского дацана, приехал из Бурятии специально для всех бурятов и калмыков, которые живут у нас в Ноябрьске. И Ксения Роднаева, житель Ноябрьска, которая, собственно, и приложила руку к тому, чтобы к нам в Ноябрьск приехал такой почетный гость. Сегодня, во-первых, хочу вас поздравить с наступившим уже и для вас Новым годом Сагалган. Не знаю, как обычно поздравляют друг друга? Ксения, подскажите. Саганхарар, Сагалганар. Саганхарар, Сагалганар. К сожалению, не смогу повторить. Но что это? Пожелания с праздником? Да, с праздником Белого месяца. С праздником Белого месяца всех бурятов в калмыках. Сколько у нас в городе среди ваших знакомых людей, которые приехали на север к нам из Бурятии? Ну вот мы сейчас организовали приезд в Бурят-Ламы. Нас вот сейчас небольшая группа, кто приложил к этому участие. Ну где-то порядка 72-73 буддистов. И для всех как раз праздник особенный из того, что приехал Лама. Верно. Да, все правильно. Что сегодня особенного готовим? Это будет что-то особенное, буддийское блюдо? Нет, вообще, если так посмотреть, это будет тибетский суп, называется тэн тук. Получается, тук это суп, говорится, да, а тэн это просто, получается, как бы с лапшой, можно сказать. То есть суп с лапшой? Тибетская кухня, можно сказать. Ну это будет особенный суп с лапшой. Тэн тук? Тэн тук. А расскажите, Лама, из чего будем готовить и как мы можем тоже с Ксенией принять участие в этом процессе приготовления еды? Ну как уже понятно, основное получается у нас будет лапша. Она бывает, получается, вегетарианского и получается мясное, получается, у нас сегодня мясное будет с мясом говядина. Также идет лук, чеснок, дайкон. Ну и для лапши получается у нас яйца и мука. Лапшу будет сегодня готовить Ксения, у нее очень быстро получается. Мы рассказывали в нашем сюжете о том, как отмечают буддиста нашего города, как готовится к празднику сагалган. И Ксения там быстро справилась с тестом. Я могу помочь с луком и чесноком, буду чистить. У нас, кстати, мясо очень свежее, да, я так понимаю, что для этого супа обязательно нужна говядина. Говядина, да, желательно говядина. Ну все, приступаем, мы разогреваем сковородку. Естественно, каждый раз, когда к нам в студию приходят гости, я еще задаю очень много вопросов. Ну, таким образом я отвлекаю гостей, конечно. Лома, вы простите, но я буду отвлекать сегодня. Можно? От приготовления еды. Так, и подскажите, пожалуйста, разогреваем сковородку и немножко масла растительное можно наливать? Да, да, да. Хорошо. Я рассказывала нашим телезрителям, что вы приехали к нам в Ноябрьск по приглашению Ксении, да, местных жителей, бурятов и калмыков. Ксения говорила о том, что на самом деле это очень почетно и ценно, когда посещает такой почетный гость, да, Лома. Как ваши впечатления о нашем городе? Вот вы на север приехали впервые, да? Впервые, да. Вот как вы быстро привыкли к этому холоду? Ну, у вас на самом деле не холодно, тепло. Если так посмотреть, вчера, позавчера у нас в Бурятии, получается, было минус 40, а минус 45 было. То есть там холоднее, чем у нас, получается. Да, я очень удивился, когда сюда приехал, здесь 20 градусов тепло, люди ходят в кроссовках. Вот так, просто вам повезло. Лома, может быть, вам ножик побольше или вам удобно? Есть еще такой, смотрите, как удобнее. Ну, ваши впечатления о севере. Сильно отличается природа, местность от местности, где вы живете? Да, сильно отличается. Ну, конечно, я еще полностью не проеду, не посмотрел, но первое впечатление, здесь у вас очень много снега. Также, если посмотреть, ну, в различии от нас, у вас не ощущают ветра. У нас бывают очень ветреные такие дни, и когда вот холодные дни бывают, например, минус 40, кажется, как будто все минус 50. Ну, а сколько дней вы уже здесь в ноябрьске? То есть когда вы приехали? Уже дня 3-4, получается. 28-го. 28-го, но я сильно не считал. Уже пятый день. Программу мероприятия, Ксения, вы придумывали, вы составляли для... Ну, да, что в организационные моменты, как бы, у нас несколько человек, которые вот приняли решение, так как я вот именно с тех мест, Хоринский район, с села Хоринск, там, где находится Анинский датсан, конечно, для меня это особо, да, гордо, что с моей родины приехал такой почетный гость. Так, Лама, скажите вообще, как вас здесь встретили ваши, можно сказать, земляки, да, как вас встретили, и вот первые слова, с которыми они вас встретили, это какие были? Ну, очень тепло, хорошо, вот уже, когда, получается, приземлился, я, ну, можно сказать, подошли друг к другу, узнали, и поприветствовали, и очень так, знаете, вот тут далеко видеть своего земляка, это на самом деле очень так было, как сказать, просто классно. Приятно, да? Приятно. Мы рассказывали тоже в одном из наших сюжетах, что Ксении нужно было договориться с настоятелем датсана, да, чтобы получить благословение для приезда Ламы, да? Да, можно так сказать. Вообще, почему вы посчитали, что важно в этом году пригласить Ламу к нам в город? Ну, потому что мы все равно приехали, да, сюда, оторваны от своей родной земли, от своих традиций, от своих обычай, и хотелось бы, конечно, и наши дети растут, да, не видя наших традиций и обычай, и в первую очередь для того, чтобы они видели это своими глазами, да, прониклись к этому и передавали это потом своим детям, да, потому что пока мы помним свои традиции, обычаи, свой язык, народ будет жить. Замечательно, согласна с вами. Это прекрасно, что удалось вам приехать. Так, вы немножко отвлеклись, конечно, от приготовления. Скажите, вот нам... Это хватит. Хватит. И чеснока тоже хватит? Чеснока хватит тоже. Я тут это собралась так помогать, так помогать. Не просто так. Все, последнее я чищу. Хорошо. Дальше, подскажите, что дальше? Чищем, чищу еще дайкон. Дайкон, да. Вот, а вообще очень многие, наверное, смотрят или зрители на нас и не совсем понимают, что такое лама, да, лама или лама, кстати, да, я знаю, что в Бурятии принято лама, да, говорите. У нас мы часто говорим лама. Вот как правильно и что это означает? Ну, лама в переводе означает, это учитель. По-простому есть перевести, да. А по слогам, если переводить, слово ла означает мудрость, слово ма означает, ну, получается, страдание. Но также слово ма означает, как бы, матерь. Но здесь больше подходит значение сострадание. Так, интересно, такой глубокий смысл. Ну, и если вот, если так полностью перевести, получается, мудрый и страдательный, можно сказать. Булат Лама, а когда вы поняли для себя, что вот вы хотите стать ламой? Вообще ламами становятся или это суждено, это где-то написано, да, в священных, возможно, книгах? Как вы поняли для себя, что вот вы хотите именно на этот путь вступить? Ну, я, получается, в школе, когда обучался, уже в школе, где-то, наверное, в классе третьем-четвертом, я, можно сказать, впервые услышал про Датсан, и мне захотелось туда поехать. И вот когда я туда поехал, получается, после этого мне, ну, захотел там обучаться. Получается, я там четыре года, получается, четыре лета проучился, а, получается, зимой, осенью, весной обучался в обычной средней школе. Ну, и после девятого у меня уже не было вопросов, куда идти, я сразу прямиком... Вы знали, да, кем вы хотите стать? Ну, другие моменты бывают то, что остальные бывают, приходят и после сорока, и после тридцати, бывает, люди приезжают учиться, узнают. Вот. Ну, я бы сказал бы, человек, наверное, когда душевно, можно сказать, приходит в настрой, то, что надо что-нибудь для себя нового изучать, он или более становится страдательным, он приходит к этому, да. К этому, да. Так, у нас тесто готово, мясо тоже нужно теперь обжаривать на сковородке. Угу, сковородка очень сильно накалена, на самом деле, нужно убавить чуть-чуть. Что еще масло добавим? Угу. Дорогие друзья, мы тут готовим с моими гостями, сегодня в студии, Ксения Роднаева и Булат Лама, который приехал специально из Бурятии, чтобы отметить всеми бурятами-калмыками в ноябрьске сага Алган. Это буддийский Новый год. Готовим мы сегодня тентук, я правильно запомнила? Тибетский, особенный тибетский суп. Так, теперь посолим, поперчим. Так, угу. Пока тут Ксения помогает Булат Ламе с приготовлениями, дорогие друзья, хочу напомнить для всех тех, кто хочет попробовать вкусное мясо. Шашлык куриный, шашлык из телятины, шашлык из свинины. Вам дорога к нашим партнерам и друзьям, это шашлык-машлык. Кафе расположено по адресу советская 95-D. Сделать заказ можно легко и просто, позвонив 44-25-55, есть доставка, заказывайте. А еще проще заходить в социальную сеть в инстаграм, шашлык-машлык, нижнее подчеркивание, 8-10-9, и там есть обновленное меню. Все подробности узнавайте там или по телефону. Все, мы обжариваем мясо, тоже готовим сегодня вкусное мясо, но это не просто мясо, это будет суп наивкуснейший, обещает нам Булат Лама. И ее надо закрыть минуты на 2-3. Немножко должно отдохнуть тесто. Пока отдыхает тесто, предлагаю перейти на короткую рекламу. Кафе «Шашлык-машлык». Огромный ассортимент шашлыка, люля-кебаб, хачапури. Блюда на мангаре. Свинина 80 рублей, курица 60 рублей. Все это многообразие, а также настоящая шаурма ждут вас в кафе «Шашлык-машлык» по адресу улица Советская, 95-D. Используются продукты высокого качества. Доставка. Телефон 442-555. Тандем – это революция корпусной мебели. Наша кредо – это стиль, качество и доступность. Но это не значит, что мы вам не по карману. Да, мы выглядим дорого. Но не переживайте, благодаря индивидуальному подходу наши кухни всегда уникальны. Мы все сделаем за вас, а вам же нужно только позвонить. Телефон для связи 8922-068-2020. Знакомьтесь, это Петровы. Они живут в обычном многоквартирном доме. Как-то раз в доме произошел прорыв водопроводных труб. Ответственность за своевременное решение проблемы несет управляющая компания. Может произойти так, что сотрудники ЖЭКа просят у жильцов произвести оплату ремонта труб. Так и случилось с Петровыми. Запомните, вы не должны платить из своего кармана за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Будьте внимательны. Это обычная коррупционная схема, о которой сразу же необходимо сообщать в компетентные органы. Если у вас требуют оплату, сначала подготовьте жалобу на имя руководителя управляющей организации. Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, вы можете обратиться в департамент Государственного жилищного надзора ЕНАУ, указав на конкретные факты, которые, по вашему мнению, являются нарушением. Также вы можете обратиться в Роспотребнадзор. Поощряя коррупцию своими действиями, вы неизбежно столкнетесь с последствиями ее развития на себе и своих близких. Дорогие друзья, вы смотрите, конечно, МИК-ТВ. Это шоу «Двойная порция». Татьяна Ротару в студии и, конечно, со своими гостями. Ксения Роднаева, жительница города. И почетные гости. У нас Булат Лама, служитель Анинского датсана. Ксения прямо из бурятий к нам приехал. Готовим мы суп тентук. Это тибетское такое блюдо. Проще говоря, это такой суп с лапшой, да, говорит нам Булат Лама? Да, скалку. Я так понимаю, что все, тесто отдохнуло. Теперь Ксения будет готовить лапшу под чутким руководством Ламы, да? Что нужно делать? Скалку. Будем раскатывать. Будем раскатывать такую длинную лепешечку. Так, можно я? Татьяна, если вам удобнее, давайте без досочки. Мне кажется, это будет намного быстрее и проще. Булат Лама, вот сейчас вы режете дайкон. Мы привыкли дайкон использовать для салатов. В нашем случае мы будем его обжаривать с мясом, правильно? Да, 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 чуть обжаривать. Но вместо дайкона подойдет и привычная нам картошка. Тоже очень вкусно получается. Кто не найдет дайкон, пожалуйста, картошку добавляйте. Спрашивала вас, как вы выбрали для себя путь Ламы, да? И вы рассказывали о том, что после 9 класса вы для себя приняли решение, что будете продолжать обучение и служение в Датсане. Что дальше? Сколько лет вы в Датсане обучались? Это же обучение, правильно? Да, это обучение. Если посмотреть, в первые моменты после школы, после 9 класса я также работал и учился в Анинском Датсане. После этого в 2006 году я уехал в Индию. И там обучался уже в Анинском Датсане, в монастыре получается. Сколько лет вы прожили в Индии? В Индии, если вы посмотрите, в общем, 8 лет. 8 лет. И потом, я так понимаю, вернулись обратно в свой Датсан, в родной город. Да, да, да. Вот что необычного происходило в Индии? Я так понимаю, что это такой этап очень важный, да, становление ламы. Да. Ну, принятие монашества – это очень, я бы сказал, ответственный момент. Также обучение, если посмотреть, то тамошнее обучение, тамошняя дисциплина, вот, да, она не сравнима с нашей, можно сказать, укладом жизни, с менталитетом, я бы сказал. Потому что там очень строго, очень многие моменты очень строго наказываются, например, за пределы монастыря сильно нельзя никуда выезжать. И также, если посмотреть, там очень много монахов, очень много учителей. Ну, в общем, если посмотреть, в Коуман-Датсане только около 1600 человек, а в соседнем, получается, в Коуман-Датсане около 2000. Сейчас, может, в данное время немного цифры изменились. Ну, на тот момент такое количество было служителей, все служители Датсана. Да, да, да. Ну, смотрите, что касается Сагалган, вот, несколько традиций, да, накануне Сагалган, за три дня начинается приготовление. Вот, как вы встретили Новый год, потому что здесь тоже есть особенный ритуал встречи? Ну, в общем, если посмотреть, перед Сагалганом идут несколько обрядов. Первый, наверное, самый значительный обряд – это дужуба, когда проводится костер. Когда все негативные, все, можно сказать, болезни эти, мы в помыслах сжигаем в этом костре. Если позволите, Ксения рассказывала про этот ритуал, как обычно его проводят. Это было очень интересно, мы с вами общались накануне, да. Расскажите вкратце для наших телезрителей, что представляет собой этот ритуал, связанный тоже с тестом. Да, как раз-таки для нас дужуба такой тоже очень значимый момент, конечно, в приготовлении, в преддверии дня праздника Сагалгана. Мы накануне делаем тесто, обычное тесто, да, вода и мука, и обтираем, получается, свое тело. Ну, самое главное – это голова, да, чтобы всегда были чистые помыслы вокруг рта, чтобы, ну, плохие, негативные вещи не рассказывать. Ну, и в области… И перемешиваю, просто крышку закрыть. Закрыть просто не надо. И получается, и если есть какие-то больные места, да, то тоже нужно там обмазать. Затем это читается хурал. Хурал – это молитва. Молитва, да, молебень, да. Булат Лимаманам прочитал хурал, и затем мы на ритуальном огне сожгли все тесто, все плохое. Ну, и, получается, с этого момента мы как будто приготовили свое тело, свой разум, свою душу, чтобы войти в белый месяц чистыми, очищенными. В Новый год с чистой душой, можно сказать. Нам осталось нарезать лапшу. Да, Булат Лимаман будет показывать, как именно это происходит. Дорогие друзья, я вам напомню о том, что возможность готовить на нашей кухне, у нас в студии, приготовить фирменные блюда. Вместе с нашими гостями появилась, благодаря также нашим друзьям и партнерам, это салон мебели на заказ «Тандем», торговый центр «Бамалама», мира 76Б. Дорогие друзья, напомню, что если вы хотите приобрести кухню вашей мечты, да и не только, а просто мебель, которая украсит ваш дом, заходите в «Тандем», обязательно, торговый центр «Бамалама», напомню, второй этаж, сотрудники «Тандема» вам посоветуют и подскажут, как выбрать то самое удобное и любимое пространство для мебели, для своей кухни или спальни. Мы сегодня с гостями готовим особенный суп, напомню, называется «Антентук», тибетское такое блюдо. Лапшу нарезает почетный гость, была «Талама». Сейчас что происходит? То есть мы обжарили мясо, добавили овощи и теперь должна, то есть налили водичку, закипеть. Закипеть должна. И тогда мы уже начинаем закидывать, получается. И потом лапшу добавляем. Да. Дорогие друзья, ждем, чтобы закипело. Тут у нас наш суп закипел, а пока короткая реклама. Кафе «Шашлык-машлык». Огромный ассортимент шашлыка, люля-кебаб, хачапури. Блюда на мангале. Свинина 80 рублей, курица 60 рублей. Все это многообразие, а также настоящая шаурма ждут вас в кафе «Шашлык-машлык» по адресу улица Советская, 95-D. Используются продукты высокого качества. Доставка. Телефон 442-555. Тандем – это революция корпусной мебели. Наша кредо – это стиль, качество и доступность. Но это не значит, что мы вам не по карману. Там и выглядим дорого. Но не переживайте, благодаря индивидуальному подходу наши кухни всегда уникальны. Мы все сделаем за вас, а вам же нужно только позвонить. Телефон для связи 8922-068-2020. Знакомьтесь, это Петровы. Они живут в обычном многоквартирном доме. Как-то раз в доме произошел прорыв водопроводных труб. Ответственность за своевременное решение проблемы несет управляющая компания. Может произойти так, что сотрудники ЖЭКа просят у жильцов произвести оплату ремонта труб. Так и случилось с Петровыми. Запомните, вы не должны платить из своего кармана за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Будьте внимательны. Это обычная коррупционная схема, о которой сразу же необходимо сообщать в компетентные органы. Если у вас требуют оплату, сначала подготовьте жалобу на имя руководителя управляющей организации. Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, вы можете обратиться в Департамент Государственного жилищного надзора ЕНАО, указав на конкретные факты, которые, по вашему мнению, являются нарушением. Также вы можете обратиться в Роспотребнадзор. Поощряя коррупцию своими действиями, вы неизбежно столкнетесь с последствиями ее развития на себе и своих близких. Доброго дня, дорогие телезрители, которые только подключились к МИГ-ТВ, смотрят двойную порцию, у меня в руках тесто. Здравствуйте. Мы сегодня готовим с нашими гостями такой особенный суп, называется тентук. Это такое тибетское блюдо. А в гостях у нас жители загорода Ксения Роднаева и Булат Лама, служитель Анинского датсана. Прямо из Бурятии к нам приехал в Ноябрьский и готовит у нас в прямом эфире такое блюдо. Приготовили тесто. И это у нас вот такая лапша, мелко-мелко. Булат Лама, когда готовят такой суп? Вот как раз на Сага Алган, получается, на Новый год или не важно? Не важно. Если посмотреть по Индии, по реке, в тибетских селениях, они, можно сказать, каждый день его готовят. Он сытный, вкусный. Сытный, вкусный, да. И быстро готовится. Вы рассказывали о том, что, ну, про традиции, да, встречи Нового года. За три дня готовится. Рассказывала Ксения про ритуал очищения. Что еще очень важно, да, сделать, чтобы вступить в Новый год правильно, да? Ну, в канун, получается, Сага Алган у нас в основном дома убирается. У нас говорится то, что это закрытый день. И в основном человек убирается дома, сам должен помыться. Также новую одежду эту должен одеть. И, получается, Сага Алган у нас в основном встречается утром. Часы тигра, получается, это с пяти до семи часов утра. То есть всю ночь не спите, да, и встречаете так Новый год. Я знаю еще о том, что есть большинство, которое утром рано, да, Ксения тоже рассказывала, по вере, да, или это правильно? Ну, это правда, да. Утром рано она летит над небом, над землей, вернее, да. Расскажите подробности, как это. Да, ну, получается, в самый Новый год уже с пяти до семи утра спускается богиня Алхамо. Это как раз-таки богиня, покровительница самого праздника, да. И вот нужно будет, нужно встать, затопить печку, да, заварить чай, ну, развести небольшой костер, чтобы она поняла, что в этом доме ждут ее и, соответственно, подарит благополучие, успех, здоровье в этом году. И таким образом год будет успешным, да, для всех, кто не забыл именно разжечь огонь, да. В этом году для нас получилось очень значимо. Мы встретили ее с молитвами, да, Мулатлама читал молитву, и мы все с пяти утра сидели на молебне, слушали и встречали ее. Затем сели за стол, поздравили друг друга и отправились поздравлять старших поколений. Ну, то есть нужно идти поздравлять самого старшего. То есть по правилам, да, самых, то есть люди, которые в возрасте, самые старшие. Еще есть один ритуал, вы рассказывали, который вы проводите тоже в начале года, да. Что это и называется, название такое интересное. Химурин. Химурин. Химурин, это получается вывешивание коня удачи, получается. Они бывают разных цветов, получается, но в основном, если посмотреть на ткани, можно сказать, рисуется или, как правильно сказать-то, трафаретом, получается, наносится рисунок, да. И после этого мы его освещаем, пишутся имена и, получается, после этого вывешивается. На деревце, да, на ветках. И у нас в городе тоже можно встретить такие украшенные деревья. Да, просто в прошлом году, конечно, в период пандемии приезд ламы было очень сложно организовать. Ну и вот мы на расстоянии, получается, провели этот обряд, но пошли в лес, вывешили наш химурин. Это конь удачи, чтобы весь год был удачный не только в нашей семье, но и вообще у всего местного, у всех местных. И, как сказать, и вот такой красивый конь удачи колышется на ветках деревьев. Да. Ну, в основном, когда коня удачи мы вывешиваем, получается, для местности, получается, мы, куда сейчас вывешали, для всего, как бы, ноябрьска, чтобы этот год был хорошим. Дорогие друзья, обращайте внимание, в нашем городе обязательно вы встретите такие деревца, да, украшенные. Это значит, в наш город обязательно будет удача в этом году. Удача будет в этом году, в этом городе. У нас, в принципе, эфир заканчивается совсем скоро. Булат Лома, расскажите, что дальше для тех, телевизора, мы ждем, пока закипает еще. Когда закипит, мы просто... Добавляем туда? Добавляем, да. Перемешиваем, немного чуть-чуть соевого соуса добавляем. Также можно зелень сверху ложить. И черный перец. Да, и это перемешиваем. Минут 10 и суп готов. На самом деле, минут где-то, наверное, даже 8-6 и уже суп готов. Отлично. Давайте, дорогие друзья, еще раз поздравим я, во-первых, поздравляю вас с Новым годом. Пусть этот год будет самым лучшим, самым успешным. Дорогие телезрители, кто нас смотрит, отмечает буддийский Новый год. Поздравления. Спасибо большое, что были у нас в студии. Смотрите нас каждый будний день. Татьяна Ротару, сегодня мои гости Ксения Роднаева и Булат Лама из Анинского от Датсана, прямо из Буряти, готовили суп тентук. Дорогие друзья, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин